Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Керчь, мы с тобой. В Сочи почтили память жертв крымской трагедии. 24 нарушения на воде зафиксировали транспортные полицейские за высокий сезон. Сегодня инспекторы снова вышли в рейд. В половине сочинских кафе забыли про запрет курения. Теперь предприниматели ждут повторные проверки. Сочинка Анастасия Шамонова стала олимпийской чемпионкой по боксу. Она выиграла в финале юношеских олимпийских игр, которые проходят в Аргентине. Среди погибших и пострадавших при нападении на политехнический колледж в Керчи есть кубанцы. Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования родным и близким с их невосполнимой утратой. Внемин Кондратьев пообещал, что семьям будет оказана любая необходимая помощь. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь семьям выдержать это горе. Глава муниципалитетов поручена оказать им всестороннюю поддержку, в том числе в организации похорон и психологическую помощь родным. Из резервного фонда края будут выделены средства на поддержку семей. Министерство социальной защиты края окажет все меры социальной поддержки этим семьям. Пострадавшим при нападении на колледж в Керчи оказывают помощь в кубанских больницах. Там есть все необходимое оборудование и медикаменты. В случае необходимости врачи и дальше готовы принимать пациентов. Керчь, мы с тобой. В Сочи почтили память жертв крымской трагедии. В центре города прошел траурный митинг. В сквере возле администрации города установили памятную стелу со словами «Мы скорбим вместе с вами». Сегодня боль близких и родственников погибших в крымской трагедии разделяет весь мир. Сочи тоже присоединился к словам соболезнования. Траурный митинг провели возле памятника учителю. Ведь в Керченском политехническом колледже погибли ученики и преподаватели. Трагедия унесла 20 жизней. Почтить их память на митинг пришли студенты из разных учебных заведений Сочи. Мы такие же студенты. Мне лично вчера было страшно, что случилось в техникуме. Расстрелял ученик, такой же студент, таких же студентов. И не только учителя, также пострадал кто-то, кто-то погиб. И это может случиться абсолютно с каждым. Мы с ребятами из медицинского колледжа собрались здесь с полным составом и с преподавателями для того, чтобы поддержать хотя бы как-то близких и родных пострадавших. Среди участников митинга и представителей старшего поколения. Гибель детей они восприняли как личную утрату и отметили. Дело взрослых сделать так, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Они хотели жить, любить, дерзать, а шальная, злая пуля оборвала жизнь. Надо задуматься и об ответственности, и о том, чтобы в душу каждого подростка заглянуть и для них создать такие условия, где они могут раскрываться и воспитываться. То, что показывали по телевизору, не укладывается в уме, как можно было убить совершенно невинных молодых людей, юношей и девушек, которые готовились к новой, красивой жизни. И так трагически оборвалась их жизнь. Мы очень сочувствуем Керчи, передаем им, чтобы они держались, потому что дети – это все наше, это святое. Как могло такое случиться, не дай Бог. В памятном митинге приняли участие сотни сочинцев. Они возложили цветы к памятнику учителю и зажгли свечи в память о тех, кто погиб. И с пожеланием скорейшего выздоровления тем, кто по-прежнему в тяжелом состоянии остается в больницах. Цветы сочинцы несли весь день. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. За преступления 12-летней сочинки ответят и соцработники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц управления соцзащиты в Хостинском районе. Напомню, 23 сентября 12-летняя девочка ушла из дома и пропала, о чем следователям сообщила ее мать. 3 октября пропавшая была обнаружена в Ленинградской области. Там ее вместе с сожителем задержали за убийство. По версии следствия, девочка неоднократно уходила надолго из дома и пропускала занятия в школе. При этом компетентные органы не обратили внимания на это и не приняли мер по изъятию ребенка из семьи. Кроме того, управлению соцзащиты было известно, что девочка находится под наблюдением у врача-психиатра. Тем не менее, должностные лица не передали информацию в органы профилактики для постановки семьи на учет, а также не проинформировали органы опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается. 24 нарушения на воде зафиксировали транспортные полицейские за минувший высокий сезон. Задача номер один – не допустить ЧП на маломерных судах. Сегодня в морском порту на проверку вышли сотрудники Сочинского линейного управления МВД. А вместе с ними и наш корреспондент Елена Овсецина. Для тех, кто любит морские прогулки, здесь раздолье яхты на любой вкус. Но вот как знать, какие из них надежные? За этим морпорту строгий контроль. В первую очередь сотрудники транспортной полиции проверяют лицензию на перевозку пассажиров у владельца маломерного судна. Если с документами все в порядке, то могут возникнуть вопросы к загрузке моторной яхты. Допустить нарушение норм пассажировместимости значит подвергнуть опасности жизни людей. Наличие лицензии говорит о многом. Тем не менее, и этого еще недостаточно проверяют и капитанов. Нередкие случаи, когда документы на право управления яхтой поддельные. Некоторые судовладельцы спешат заработать высокий курортный сезон, но в Сочи с этим строго. Проверки проводятся каждую неделю. За это лето было составлено 24 материала по происшествиям на воде. По каждому из них материалы направлены по подведомственности, либо в суд. Значит, оштрафованы судовладельцы, оштрафованы лица, управляющие маломерными судами. Нами также выявлялись факты предъявления поддельных водительских удостоверений на право управления маломерными судами. Лица, использовавшие поддельные бланки, были привлечены к уголовной ответственности. При проведении рейдов также сотрудники транспортной полиции обращают внимание на наличие на судне спасательных жилетов и кругов. Пассажиров на таких небольших судах должно быть не более 12. На тех, кто не соблюдает требования безопасности на воде, составляют административные протоколы. Материалы направляют в ГИМС или Ространснадзор. В Сочи недобросовестных судовладельцев не будет, уверяют сотрудники линейного отдела полиции в Морпорту. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинским предпринимателям напомнили о соблюдении закона о запрете курения. В городе прошли проверки заведений курорта. По их итогам в администрации города состоялась встреча с руководителями предприятий общепита. За прошедшие две недели в Сочи проверили 78 объектов. В 35 из них были выявлены нарушения. Теперь эти кафе, столовые и рестораны ждут повторные проверки. Обязательно потом практически все предприятия, где были обнаружены нарушения, будут проведены в отношении вас. Контрольные мероприятия, кодекс об административном правонарушении. Есть там такая хитрая статья 28.1, часть 1 статья. Так вот придут к вам с проверкой по тому, что допустим стояли пепельницы или допустим не было знака о запрете курения. А потом в соответствии с статьей 28.1 найдут такие нарушения, которые приведут к тому, что должен быть составлен протокол о временном запрете деятельности с передачей в суд о приостановлении деятельности вашего предприятия на срок от нескольких дней до 90 суток. Проведенная проверка показала, что в большинстве предприятий общепита знаки о запрете курения установлены только в закрытых залах. А на верандах нередко на столах стоят пепельницы, буквально приглашая посетителей закурить и нарушить федеральный закон. После летнего курортного сезона мы получаем большое количество жалоб и обращений от граждан от того, что наши предприниматели, наши индивидуальные юридические лица не совсем, так говоря, откровенно соблюдают данные нормы права. А главный лейтмотив данного законодательства гласит, что ответственность по ограничению граждан к курению табака лежит на хозяйственных субъектах, на предпринимателях, на юридических лицах, на органах власти. Сотрудники Роспотребнадзора подчеркнули, что соблюдение антитабачного закона не несет для предпринимателей практически никаких затрат. Ну а за его несоблюдение придется солидно заплатить. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 19 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 23-25 градусов выше нуля. Выставка православия, монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира. Встреча с духовенством, православные товары, освещенные продукты, мед. С 23 по 28 октября. Гранд-отель «Жемчужина». Они строят автомагистрали и мосты, латают ямы и меняют асфальт. Кубанских дорожников в канун профессионального праздника поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что качественные дороги – это основа развития экономики, а также визитная карточка края. В этом году объем финансирования дорожного фонда составил более 28 миллиардов рублей. На торжественной церемонии лучшие работники дорожной отрасли получили медали и благодарственные письма от руководства края. Почетное звание «Заслуженный дорожник Кубани» получили 6 человек. Но праздник праздником, а вопросы ремонта дорог и строительства новых магистралей остаются актуальными для Краснодарского края. Обновления ждут краевую столицу – Сочи и Новороссийск. Эти города вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом на профильном совещании рассказал губернатор. Какие новые трассы появятся на Кубани и сколько денег уходит на ремонт дорог, знают наши краснодарские коллеги. Протяженность дорог с твердым покрытием в Краснодарском крае превысила 41,5 тысячу километров. Для сравнения, это больше даже, чем протяженность экватора. Содержание всех трасс и автомагистрали требует немалых денег. Так, в текущем году размер дорожного фонда стал рекордным для региона за все время. Благодаря этому только в Краснодаре отремонтировали 90 километров уличного покрытия. Качественные дороги, еще раз подчеркну, это качественная жизнь. Кто бы что ни говорил. И мы должны сегодня эту качественную жизнь в нашем Краснодарском крае обеспечить. Есть необходимость в татуаре, в освещении. Мы это все в комплексе сегодня создаем. Это вот показатель активности в целом и экономики нашего региона, и возможностей, возможностей, в том числе возможностей дорожного фонда. Не каждый регион мог бы похвастаться, что у него дорожный фонд на этот год был 28,5 миллиардов рублей. До конца года на Кубани отремонтируют около 720 километров дорог и 6 мостов. В разговоре с руководителями профильных предприятий Вениамин Кондратьев обращает их внимание на то, что пора отходить от точечного ремонта и приводить в порядок улицы комплексно, со всей инфраструктурой. Это касается как старых, так и новых магистралей, строительство которых, в том числе, поможет разгрузить города от пробок. Конечно, заторы зависят от множества факторов и не всегда от качества дорог, но закрывать на них глаза будет неправильно. Конечно, пробки – это сегодня бич и Краснодара, и Сочи, и Новороссийской, и многих других наших городов. Но здесь надо в целом в комплексе подходить к решению этих проблем. Но мы не можем отстать сегодня, с сегодняшнего дня. Не можем. Значит, нужно находить альтернативные способы, которые позволят все равно эту проблему решать. Надо думать, на самом деле, о альтернативных новых дорогах. Мы сегодня говорим о транспортном кольце вокруг Краснодара. Значит, нужно по теме действовать в этом направлении. Уже в стадии реализации в будущем году начнется реализация. Это дальний западный обход. Соответственно, логическим продолжением это будет соединение его с южным обходом. Мы получаем полноценное кольцо вокруг города Краснодара. Это нам позволит, как вы уже отметили, убрать транзитный транспорт с улиц города. В планах еще один масштабный проект. Соединить в Краснодаре улицу Тихорецкую с трассой М4 Дон. Кроме этого, в следующем году на Кубани отремонтируют 177 километров дорог. Обновления ждут Краевую столицу, Сочи и Новороссийск. Все три агломерации включены в национальный проект. Безопасные качественные автомобильные дороги. Но, несмотря на выделенные деньги, встает вопрос о том, кто будет выполнять работы. Кубанские дорожники жалуются на несовершенство закона о госзакупках. Нерадивые участники вышли на торги, произвело падение на торгах в 30%. Забрали работу на себя, выполнили ее некачественно. В итоге через подрядную организацию. Не доделали работу до конца, бросили. Их занесли в непорядочные, грубо говоря, поставщики. Они свернули одно предприятие, открыли другое. И на следующий год появились опять на торгах. Только конкуренция позволяет делать качественные дороги. Только конкуренция. Вот здесь давайте предложение. Все люди умные, соберитесь, сами обсудите. Мы готовы поддержать любую законодательную инициативу. Она должна быть очень высвешенной, очень разумной. И любые меры, которые будут связаны с ограничением участников в торгах, они тоже должны быть очень взвешенными, очень аргументированными. Следующий год для дорожной отрасли Кубани обещает быть не менее загруженным, чем 2018. И помимо текущего ремонта магистрали, должно начаться строительство транспортных обходов в станице Ленинградской и Тимошевска. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. В Сочи обсудили организацию муниципальных выборов. Заседание провела Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. В нее входят специалисты избирательных комиссий из Омска, Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула, Красноярска и других муниципалитетов. Участники заседания обсудили перспективы организации проведения муниципальных выборов. В этом году отмечается 25-летие формирования избирательной системы. За эти годы законодательство о выборах совершенствовалось. Изменения будут проходить и дальше. Сегодня обсуждались предложения по упрощению процедуры подсчета голосов и составления протоколов об итогах голосования. Основной темой стали практические вопросы применения избирательного законодательства на прошедших 9 сентября выборах. Мы обсуждаем вопросы реализации досрочного голосования, отмены открепительных удостоверений, либо, наоборот, внедрения мобильного избирателя. Реализация полномочий избирательных комиссий по вопросам проведения информирования. Это действительно очень важные вопросы для организаторов выборов. И мы очень надеемся, что на таких мероприятиях будут выработаны новые предложения, которые будут направлены в Центральную избирательную комиссию для внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации. Почти 9,5 тысяч человек зарегистрировались для участия в форуме «Дело за малым». Одно из крупнейших деловых событий Юга России проходит сегодня в Краснодаре. Главным мероприятием на форуме малого и среднего бизнеса стало пленарное заседание. Но перед его началом собравшиеся минуты молчания почтили память погибших во вчерашней трагедии в Керчи. В качестве спикеров на заседании выступают губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Юрии Титов, а также ведущие российские бизнесмены. Например, Игорь Рыбаков, входящий в список Forbes. Главной темой всего форума стала цифровая трансформация экономики. Форум «Дело за малым» набирает свою активность, набирает свои оборудования. Это подчеркиваю, что нужен форум, нужна эта площадка для общения, для обмена мнениями, для обмена решениями тех проблем, жизненных проблем, которые сегодня возникают перед малым, средним бизнесом. И что само по себе не может не радовать, что эти решения, которые обсуждаются на площадке форума, находят реальное отражение нормативных актов, которые на уровне и федеральном, и краевом принимаются. Это, наверное, есть его прикладное значение, которое сегодня необходимо жизни, необходимо малому, среднему нашему бизнесу, необходимо развитию экономики региона, конечно, всей страны. Всего в двухдневной программе запланировано более 30 мероприятий с участием 80 компаний. Это мастер-классы, выставка, франчайзинг-проектов и даже бизнес-игры. В Сочи прибывает православная святыня мощи Иоанна Крестителя. В течение четырех дней прикоснуться к ним можно будет в храме святого князя Владимира на улице Виноградная. Святыня пробудет в Сочи с 18 по 21 октября. Для удобства горожан график работы храма в эти дни будет увеличен. Часы, когда доступ к мощам будет открыт, вы видите на экране. В связи с ожидающимся наплывом верующих, сочинцев просят добираться до храма на общественном транспорте. Количество парковочных мест вблизи церкви ограничено. Иоанн Креститель, он же Иоанн Предтеч, один из самых почитаемых христианами святых. Согласно священному писанию, он предсказал пришествие Мессии и крестил юного Иисуса в водах реки Иордан. Ему молятся все православные христиане, желающие встать на путь духовного преображения. Традиционно у Иоанна Крестителя просят помощи и в житейских вопросах, исцелении от болезни и защите детей. В Сочи пройдет показательный день здоровья. 20 октября в городской поликлинике номер один любой желающий сможет узнать о работе и состоянии своего организма без записи и направления. День здоровья, посвященный правильному питанию, пройдет под девизом «Мы то, что мы едим». Планируются консультации терапевта, педиатра, невролога, психиатра-нарколога, дерматовенеролога и других специалистов. Кроме того, жители курорта будут ждать посты здоровья, где можно будет измерить давление, уровень глюкозы в крови, определить индекс массы тела, сделать ЭКГ и спирометрию. Кроме Сочи, подобные мероприятия в этот же день будут организованы и в других муниципалитетах края. Анастасия Шамонова Напомню, что буквально месяц назад девушка принимала поздравления от главы Сочи с титулом чемпионки мира. Его она завоевала в Будапеште. Анастасия Шамонова – воспитанница третьей спортшколы курорта. Москвички выиграли Кубок России по настольному теннису. Турнир накануне завершился в Сочи. В финале московские теннисистки встречались со спортсменками из Татарстана. Московскую тройку представили Юлия Прохорова, Яна Носкова и Маргарита Фитюхина. Они оказались более опытными и быстрыми, чем оппонентки. Таким образом, женская сборная Москвы в этом году победила и в чемпионате, и в Кубке России. На этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграм и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...